Эти женщины, когда-то маленькие девочки, пережили блокаду Ленинграда и до сих пор вспоминают о ней со слезами на глазах. В то тяжелое время Галине Шаюк было всего три года, а войне узнала от мамы и старшей сестры, ушедшей на фронт. Там же потеряла отца и брата. Вот мы блокадники, без слез говорить о блокаде не можем. Хотя это неправильно, вроде бы уже столько лет прошло. Нет, мы блокадники. И то, что мы сегодня ездим туда, мы очень рады. Во-первых, повидать город, который уже давно не видели. Во-вторых, в сети кладбища, где похоронены Пискаревки, лежат два моих родственника. Галина посещает Северную столицу каждый год в канун празднования годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. В этом году эта дата отмечается в 76-й раз, памятный день 27 января. Вместе с Галиной в Санкт-Петербург отправятся еще пять блокадников от нашего округа. Всего в Одинцовской делегации 12 человек. Это люди у нас активные. Они с нами участвуют в проекте главы Одинцовского городского округа Андрея Робертовича Иванова «Салют Победы». Эти люди, те, которые прошли все наши образовательные организации округа, не только здесь, в Одинцовском районе, но и в Венигороде, и детские сады, и школы. И действительно своим личным разговором, участием в каждом организации они рассказывали о том, как они росли в годы блокадного Ленинграда, как они пережили все ужасы войны. Блокадники посетят памятные места, в том числе Аронинбаумский плацдарм, сыгравший значительную роль в обороне Ленинграда. И мы попытаемся набрать максимум материала для того, чтобы мы очень быстро смогли начать нарабатывать нашу книгу вторую, которая будет как раз посвящена не столько воспоминаниям блокадников о этом периоде, а о неком конфликте между молодежью, поколением сейчас и поколением тогда. И вот чем больше мы вот этих тем там вскроем, тем острее получится наша книга, потому что самое главное это они, самая главная молодежь сейчас. К нашей делегации присоединятся военно-патриотические клубы Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга. Все они примут участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Памятная поездка организована Фондом социально-культурных инициатив Светланы Медведевой при содействии главы Одинцовского округа и Одинцовского молодежного центра. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Субтитры создавал DimaTorzok